Добрый день, уважаемые коллеги! В самом начале чата, ну в данном случае не в самом начале, но вы увидите красным цветом в чате, выделены две полезные ссылки. Первая ссылка, это ссылка на наш сайт с расписанием, в котором вы можете зарегистрироваться на все наши вебинары вплоть до июня 2018 года, на весь учебный год. Вторая ссылка, это ссылка, по которой появится через некоторое время запись данного вебинара. Там уже хранятся записи огромного количества вебинаров, почти 200. И среди них вы наверняка сможете найти себе интересующие вас темы, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, это будет хорошим выбором. И еще, как всегда, я анонсирую два следующих наших вебинара. Два следующих вебинара. Это вебинары, которые пройдут завтра. Вебинар. Константин Николаевич проведет костюк вебинар. Другая реальность. Электронная книга в академических и публичных библиотеках США. И в пятницу пройдет вебинар, визуализация, которая работает. Татьяна Телегина, к счастью, снова с нами. Вы помните, один ее вебинар был перенесен. Мы решили не двигать ее вебинары, а часть первую, которая была перенесена, она состоится 4 декабря. Все те, кто был зарегистрирован, так и останутся зарегистрированными. То есть ничего делать не надо. Вам придет письмо 4 числа, и вы войдете на вебинар. А это часть вторая, которая пройдет раньше части первой. Но ничего страшного, потому что эти части взаимозаменяемы. Их можно смотреть, как говорит Татьяна, в любом порядке. Поэтому в пятницу милости просим на вебинар Татьяны Телегиной по визуализации. Ну, а в начале декабря пройдет часть первого этого вебинара. Спасибо, Юрберсин, спасибо за вашу оценку нашей работы. Точнее, не столько нашей, сколько наших спикеров. Мы старались приглашать спикеров интересных. Ну и последнее напоминание. Все получат... Все присутствующие на вебинаре, обращаю ваше внимание, потому что есть разница между присутствующими и записавшимися на вебинар. Так вот, только все присутствующие получат электронные сертификаты, именные, которые можно распечатать, цветные, с фоксимильными подписями и печатью. Это тоже как всегда. Ну что ж, давайте, наверное, мои общие объявления закончены. Давайте я предоставлю слово сегодняшнему спикеру, Алене Салаховой, которая откроет вебинары. У нас будет три вебинара от издательства «Лаборатория знаний». Вот сегодня первый вебинар проведет Алена. Я прошу Алену на связь. Вот она. А сам, как всегда, ухожу в чат и до конца вебинара буду вас сопровождать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня наш вебинар будет посвящен образовательной робототехнике, применению на практике. Мы с вами познакомимся с различными наборами, а также как можно встроить робототехнику в проектную деятельность в целом и в соревнования, то есть не только именно как в неурочную деятельность. Поскольку у нас вебинар, вебинар предполагает интерактив, то есть общение между участниками, будут периодически возникать опросы, на которые придется вам отвечать, для того чтобы наше общение было продуктивным. Скажите, пожалуйста, всем ли меня слышно? Отлично. Как уже правильно подметил Павел Юрьевич, презентация, а также ссылки дополнительные есть в разделе ресурсов. Итак, начнем с вами. Во-первых, с чего мы будем рассматривать робототехника? Сильно связано с понятием STEM, STEM-культуры, и с возвращением разговора к инженерной культуре, к тому, что мы должны ее все-таки развивать и формировать, поскольку мы находимся в обществе, которое не только потребляет, но также и производит, в том числе, высокотехнологичные вещи. Что такое инженерное дело, инжиниринг, чем они отличаются? Потому что для нас это важно, чтобы понять, что мы хотим от детей, что мы хотим им дать. Инженерия в себя включает как проектирование. Здесь я буду использовать в том числе и англоязычные термины, поскольку, чтобы было нам удобнее сравнить со STEM-культурой, с американской все-таки моделью. Инженерия, инжиниринг включает в себя проектирование, то есть дизайн, конструкторство и производство технических объектов, билдинг, эксплуатацию, сервис и исследование области, анализист. Основная проблема, которую мы имеем сейчас и в школе, и в понимании, что такое STEM, что такое инженерное дело, и я имею в виду в бытовом понимании, конечно, у профессиональных инженеров все в полном порядке, то, что в России не обращают внимания на части, касающиеся эксплуатации и анализирования. То есть когда мы делаем проекты, связанные с робототехникой, мы говорим о том, что это касается инженерного дела, но при этом мы не обращаем внимания на то, что нужно было исследовать эту область, исследовать продвижение нашего продукта, а также введение продукта. То есть у нас как? Мы создаем проекты, мы заканчиваем их, и робот после этого никак не используется. Это на самом деле неправильно. У нас проект должен, во-первых, приносить какую-то пользу, во-вторых, он должен поддерживаться, то есть ребенок должен понимать о том, что любой его труд, то есть любой такой учебный проект, он является преддверием к проектам, которые могут быть для него в жизни, то есть в работе, в будущем, в профессиональной области. И ему точно придется знать, что такое эксплуатация, то что проект имеет несколько стадий жизни, среди которых есть и постпроектная подготовка. Функции инженерной культуры. Чтобы понять, что такое инженерная культура, как нам ее донести детям, как ее сформировать, нужно понимать, что вообще входит в инженерную культуру. То есть через функции это действительно понять будет намного легче. Во-первых, инженерная культура – это профессиональная культура. Она должна выполнять функцию социальную, преобразовательную, сохранение передачи знаний, нормативную, компенсанторную. Как это выглядит, собственно, именно в инженерной культуре? В качестве, если мы сравним социальную, преобразовательную, сохранение передачи знаний. Значит, берем инженерное дело само как инженеринг, это включая техническое творчество. В качестве передачи знаний – это институт инженерного образования, кружки, техническое творчество, организация начального профессионального образования, среднего профессионального образования, вузы и различные кванториумы, то есть всяческие объединения. Инженерная этика, которая у нас также отвечает, как один из элементов культуры. Нормативные документы – это международные региональные стандарты, правила, нормы, а также то, что у нас включено в образовательные стандарты в данном случае. То есть особенно это касается стандартов от МКС, и в основном, что у нас есть в образовательные стандарты, которые у нас есть в образовательные стандарты, Продолжение следует... 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 Это не издержки интернета, это издержки ссылки, которая получилась дублированной, к сожалению. Я очень попрошу, если опять буду вылетать, напишите, пожалуйста, в чат крупно о том, чтобы вышли из аккаунта, потому что, видимо, человек не читает. Либо у кого-то просто браузер открытый стоит, не знаю даже, как это объяснить. Насчет машинного перевода. Да, системы постоянно совершенствуются, и от Эбилингва можно смело назвать компресса, по-моему, а компрана. Новая система, которая анализирует именно связки слов и анализирует по смыслу, то есть она смотрит именно по контексту. Это очень хороший перевод, но это фактически профессиональный перевод получаем, но они не открывают свою сеть, не открывают то, как у них это реализовано именно с точки зрения машинного интеллекта. Итак, также мы используем в биологии вообще, в принципе, во всех областях. Эбилингва. Картана, кстати, на русском языке, насколько я помню, до сих пор еще не реализована. Она реализована на английском языке, с ней, в принципе, можно взаимодействовать. Она и Картана, на самом деле, тоже является всего лишь часть. Уважаемые коллеги из издательства, если у вас есть ссылка, пожалуйста, не заходите. Вы заходите по чужой ссылке, по ссылке Алены. Поэтому Алена постоянно вываливается из ведущих нашего вебинара. Пожалуйста, я предполагаю, что ссылка попала либо к Виктору, либо к коллегам-айтишникам, которые вебинар проверяли вместе со мной. Не пользуйтесь, пожалуйста, этой ссылкой. Это личная ссылка Алены. Выйдите и, если вы хотите присутствовать на вебинаре, зарегистрируйтесь под ссылкой не ведущего, а под обычной ссылкой. Пожалуйста, не делайте этого. Вы мешаете проводить вебинар. Так. Я надеюсь, на этот раз уже не подходитесь. Да, Ален, я сделал устное предупреждение. Я надеюсь, нас все слышали, кто это делает. Я думаю, что они делают это не специально, а просто не знают, по какой ссылке заходить. Пусть напишут мне тогда в чат или как-то иным способом со мной свяжутся. Я дам обычную простую ссылку, по которой можно будет участвовать в вебинаре. Спасибо. Я надеюсь, Алене больше никто мешать не будет. Алена, прошу вас. Спасибо. Так, ну что ж, давайте что-нибудь попробую сделать. Спасибо. 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 А, да, Алена, сейчас попробуем. Сейчас попробуем сделать так. дадим права. Так, одну минутку. Сейчас мы Алене дадим права роль ведущего. А, сейчас, да, 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 вот другая, вижу другую запись. Роль ведущего. Все, Алена дал вам роль ведущего на вашу вторую учетку. А эту вторую Алена удалим. Все. Спасибо. Так, думаю, никто ломиться уже не будет, потому что это уже отдельная запись, которой точнее у кого нет. Да. Продолжим. До этого зашла речь о Картане. Чуть-чуть раньше, да. Картана является одним лишь из Cognitive Services, и, собственно, это одна из оболочек, и даже ее маленькая часть от всех этих когнитивных сервисов, и которые вы можете использовать в образовательном процессе, потому что запросы, различное число запросов используется, но есть бесплатный доступ для учителей, есть также программа от Microsoft, который позволяет Imagen бесплатно использовать ПО для школ, для студентов, для учеников и преподавателей. То есть внимательно тоже посмотрите эту информацию, в общем-то, она может пригодиться. Вот, собственно, это же касается того, что у нас появились новые инструменты для проектной деятельности, те же самые Cognitive Services мы можем использовать. программа Imagen. Это именно программа, не в смысле программное обеспечение, а общая программа для объединения студентов, там есть различные курсы и прочее. Это действительно очень хорошая вещь. Изменение взгляда на IT. Опять же, 2000-е годы, если вы вспомните, как рассматривался компьютер и IT, это была что-то вещь в себе, да, то есть у нас были программисты, это такая особая каста, которую не нужно было трогать, это такие мифологические существа, которые непонятно, чем занимаются, непонятно, где занимаются. Это такая элита, которой нужно родиться. То сейчас мы компьютеры и, собственно, различные информационные технологии используем везде как приложение, как инструмент, как средство. То есть у нас, да, у нас осталось исследование, у нас осталось математика и прочее, связанное с компьютерами, именно как наука и отдельный, computer science. Криптография, компьютерная безопасность, но мы это используем в основном, именно в прикладном смысле, как инструмент, как средство. Социальная ориентация. Да, у нас сейчас очень хорошо развивается такое понимание, что даже проекты школьников должны нести какую-то пользу обществу. То есть у нас больше стало социальной ориентации. Все это помогает нам сформировать инженерное общество, то есть общество, где будет также пониматься важность инженерного труда, общие знания. То есть не то, что инженерная культура на уровне того, что нельзя брать пальцами розетку, но на более высоком уровне. И вот чем у нас это больше становится, тем у нас больше увеличивается, то есть мы видим, то что в обратную сторону так же происходит, у нас увеличивается математизация различных областей, появляется новый инструмент. То есть такой круговорот. Также инженерная культура у нас напрямую связана с развитием инженерного мышления. То есть развивается инженерная культура, получаем лучше, более быстрое, в большей степени распространенное инженерное мышление, развиваем проекты, проектную деятельность. Когда у нас становится много проектов, мы опять же этим повышаем в общем инженерную культуру. Далее. Если мы детей вводим в проектную деятельность и опять же прививаем в инженерную культуру, мы можем разделить это на несколько этапов. Делается это не за один год, не с наскока. Да. Вот именно чтобы разрешить вот эти проблемы и нужно развивать инженерную культуру и ребенка в нее вливать. Вот первый опыт – это когда ребенок пришел, он еще в приложении робототехники, он еще ни разу не знал, что происходит, он не понимает, он впервые видит этого робота, он не знает ни соревнования, ни все, что касается данной области, не знает программного обеспечения. И вначале он знаком с опытом старших товарищей, с регламентом соревнований, с тем, чем-либо пользоваться, он определяет свою конкретную роль. То есть в первый год он захотел быть, допустим, 3D-дизайнером. Дайте ему эту возможность. Вот он попробует. Почему здесь важно дать старших? Дети, то есть первый опыт у нас обычно, получается, это дети 6-7 класс, возможно, 5-7 класс. Да, и им куда интереснее, куда полезнее получается послушать то, что им скажут товарищи. Они поймут больше, чем если им будет объяснять взрослый, потому что они так воспринимают. Инженерное мышление у нас включает достаточно много областей. Это, опять же, все, что было сказано в начале презентации. Это про и билдинг, то есть конструирование, проектирование, дизайн, обслуживание сервис-аналитика, аналитика области применения. То есть это знание не просто то, что есть где-то механизмы, а то, что мы механизмы, конструкции можем применять. Мы можем использовать программирование для того, чтобы оживить все эти предметы для нас. Использование, преобразование окружающего мира. То есть это понимание того, что машина – это не где-то далеко, как уже был поднят вопрос, а то, что человек ее может использовать и использовать для улучшения своей жизни и не делать ее самоцелью. Второй тип. То есть в первом этапе мы развили, посмотрели какую-то роль. То есть ребенок исполнил одну роль. В следующий этап он уже может выбрать другие роли, и он в них адаптируется, и он понимает, как этот проект взаимосвязан, как взаимодействуют внутри команды остальные участники. Он уже может заниматься менеджментом проекта. У него постепенно формируется целостный взгляд на то, в какие сроки кто что должен использовать, как нужно распределять нагрузку и прочее. И самый последний, самый совершенный этап – это самостоятельность, когда ребенок в 10-11 классе выходит на индивидуальный проект. Он здесь выполняет сам различные виды деятельности, то есть он может выполнять любую роль. Это, кстати, касается и гуманитарных проектов. Он выполняет любую роль, он и оформляет, и считает, и делает абсолютно все. Он умеет распределить, планировать свое время, распределяет нагрузку, распределяет задачи, цели, умеет создавать отчеты, то есть формулировать свои результаты. И он выходит на то, что он становится полностью замкнутым. То есть замкнутую систему, он ее полностью видит, он может ей управлять, он может в ней все выполнять. И таким образом он выходит на собственное дело. Здесь, кстати, в последнее время некоторые вузы даже разрешают использовать стартапы в качестве своих выпускных проектов. И главное только сделать всю документацию, показать, что делает конкретно стартап, потому что стартапы – это тоже проект. То есть и на самом деле вот такой опыт поэтапного введения используется во многих, достаточно многих передовых заведениях учебных. То есть это и лицеи школы, и выпускники, которые прошли подобную школу, действительно заводят собственное дело. Допустим, в Иркутске при ИГУ, если я ничего не путаю, команда, которой также был опыт распределять, они участники FTC соревнований, у них выпускники создали собственную робототехническую школу. Также участники Кванториума в Москве, обучившись вот так в командах, они, собственно, создали дополнительные образовательные ресурсы, то есть из темы игры проекта. Пожалуйста. То есть это действительно дети, дети, студенты, школьники, развиваясь, они получают уже достаточные навыки для того, чтобы реализоваться в жизни. Далее, проектный подход, если в понимании робототехники. Мы проекты можем разделить на соревновательные, но не соревнования. Соревновательные различные, это командные и индивидуальные соревнования. Здесь, опять же, у нас различаются командные, мы можем распределять роли, у нас есть разновозрастные участники, разное количество лет участия. Индивидуальные проекты – это уже более высокий уровень, когда ребенок должен полностью уметь управлять. Учитель здесь выступает в роли именно помощника, то есть он не должен выполнять, ставить цели все это за ребенка. Ребенок должен сам все это сформулировать, но если вы видите, что ребенок, используя фантазию или какие-то совершенно ложные объяснения, ушел вне темы, его следует аккуратно скорректировать. Пусть он считает, что он сделал это сам, это будет самое замечательное. Пусть он считает, что он полностью все сделал сам, но вот направлять его все-таки стоит. Вне соревнований робототехника в проектном подходе у нас идет как профессиональный подготовка, то есть это проекты, в которых мы будем обучать детей заниматься 3D-моделированием, конструированием, архитектурой и чем угодно. Кстати, опять же, если вы используете 3D-моделирование или конструирование, и вы хотите сделать компьютерные модели, воспользуйтесь обучающими программами и образовательными проектами. Почти все компании предоставляют бесплатный доступ для школ, для учителей или для детей. То есть для детей, допустим, все знают программу «Автокад», «Майя» и прочее. Вам знакомы такие программы? Вы знаете о том, что есть у Autodesk, производителя этого программного обеспечения, программа Autodesk Education, компания. В ней можно скачать все продукты, если вы ученик или если для нужд преподавания, вы можете скачать любой продукт совершенно легальной лицензией. бесплатно, потому что просто зарегистрировались как преподаватель. То есть вы можете детей приучать сразу к профессиональным продуктам. И для этого вам никаких дополнительных трат не надо. Ссылочку... Я лучше название программы напишу. Вы можете ее задать в поисковик, и у вас все это действительно будет показано. То есть он найдет сразу. Далее. Экспериментальный данных анализ. Если вы занимались когда-либо с EV3, вы знаете то, что даже в стандартной программе есть раздел эксперимента. То есть вы можете снимать показания, данные, использовать в биологических проектах, это в химических реакциях. То есть оборудовать свою лабораторию, используя компьютерный анализ. Инструменты в межпредметных проектах. Опять же, вы можете создать действующие модели. Допустим, за моей спиной вы видите, стоит объект, связанный с Ханойскими башнями. Это наша новая робофишка. Опять же, она связана с историей. Пожалуйста. Вот у нас межпредметная связь. Вы можете использовать на уроках, то есть на уроке информатики. Допустим, у нас наш проект азбука Морзе, тайный код Сэмюэля Морзе, он позволяет изучать кодирование информации, тему из информатики, именно на уроке информатики с помощью робототехники. И выход на индивидуальный проект. Здесь вы можете, особенно если используются какие-то платформы типа Ардуино, можете создать проекты, дети могут выйти даже на собственный стартап. Опять же. Далее. Подходы к соревнованиям. Собственно, чем у нас отличается Россия и США? То есть у нас инженерное дело, которое обычно не предусматривается, анализ, продвижение и прочее, связанное с экономическими вопросами в США. Это инженер, который больше даже нацелен на анализ рынка и продажу, и создание под него. Стэм-культура у нас наследие политехнического образования. Это как раз таки предпрофессиональная подготовка, которая была раньше. Спасибо за ссылку. Подход СДО. Тоже достаточно, он не то что поограниченный, он тоже для подготовки к профессиональным навыкам. Этот подход очень хорошо себя зарекомендовал, хотя он достаточно узконаправленный. А у нас высокое значение конкуренции и победы. В чем разница? В США все участники молодцы. Да, это, с другой стороны, предоставляет возможность детям, которые достаточно слабенькие, участвовать и почувствовать себя важными, и в себе не разочаровываться. То есть они обучаются, у них все, они радуются этому. Но из-за этого нет понимания, что такое цель, какая может быть конкуренция с другими, причем с другими и в команде, и вне команды. То есть приходит ребенок, уже повзрослевший на работу, и он не может ничего сделать в каких-то сроках, сделать это конкурентным преимуществом, потому что он не привык конкурировать. То есть у нас традиционно все оценивается, у нас критерии, у нас четкие критерии на всех соревнованиях, и это дает стимул. И также вы можете узнать о том, что нужно совершенствовать до следующего года. У нас важна конструкция и ведение проекта дальше, бизнес-план и прочее у нас обычно не учитывается, хотя на самом деле это упущение. Хотя бы в небольшом формате это должно быть. Внимание на определенные этапы жизни проекта и ведение проекта в дальнейшем. Вот у нас оно отсутствует. То есть да, опять же мы говорим, что мы его сделали и забыли. Это немножко неправильно. Вот здесь в этом плане нам нужно позаимствовать у США. То есть если с оценками у нас было намного лучше, то в отношении этапов проектной деятельности все-таки мы должны рассматривать все этапы. И у нас идет возрождение культуры клубов сообщества. Если в ваших городах, скорее всего, тоже развиваются это хакспейсы, различные проходят хакатоны, появляются кванториумы, развиваются снова кружки детского технического творчества. То есть это действительно очень большой подъем получило. Хотя кружки технического творчества сейчас у нас их всего 30% от всего дополнительного образования. Соревнования как проект. Если мы рассматриваем именно участие в соревнованиях как отдельный проект, мы проходим все виды работы. То есть у нас есть предпроектная подготовка. Мы изучаем регламент соревнований, нормативные документы. Изучаем область, для чего нам сделать, придумываем решение. Проектная работа – это исследование конструкции, исследование запросов, непосредственно дизайн изделия. Постпроектная работа – это защита, защита перед судьями, защита проекта, ведение проекта. Дальше совершенствование его для следующего сезона, следующего этапа, если мы проходим на следующие соревнования. Экспертиза проекта. Экспертиза проекта у нас бывает как внутренняя, так и внешняя. Внутренняя экспертиза проекта – это учитель, это внутри команды, межшкольные соревнования. И внешняя экспертиза – это уже всероссийский уровень. И экспертиза от судей. Во многих соревнованиях робототехники, проходит на робофесте, в качестве судей выступают настоящие инженеры, то есть представители производства, представители агрокомплекса, база Аэра, группы ГАЗ. То есть действительно перед настоящими специалистами дети защищаются. Это очень сильно помогает взглянуть на вещи, взглянуть вживую, не с преподавательской точки зрения, когда мы действительно зациклены, бываем на методике, на чем-то подобном, а тут мы будем уже видеть взгляд с точки зрения профессионала. И таким образом у нас соревнование приближается к реальным условиям, переход от игровых ситуаций, которые зачастую на чем-то цикливаются преподаватели, кто начинает только работать, допустим, с EV3, с лего-наборами, по готовым сценариям, которые предоставляет лего. Вне соревнования робототехника, как уже было сказано, может быть использована для измерения экспериментов, также для моделирования, то есть мы можем смоделировать процесс, опять же, манипулятор. Который нам помогает двигать Ханойские башни, пожалуйста, мы его моделируем в маленьком увеличении. Изучение устройств механизмов, изучение электроники, электрические цепи, оптики, собственно, интернета, если мы используем интернет вещей, передачи различных протоколов. Также формирование аспектов инженерной культуры. И таким образом у нас робототехника является средством, инструментом в нашей проектной деятельности. Мы не ставим ее основной целью. То есть у нас робототехника – это не цель, это наше средство. Робототехника и дети. Когда нам ее стоит вводить и какое методическое обеспечение использовать, какие бывают платформы? 7-9 лет. У нас маленькие дети. Они могут знакомиться с последствием реализации алгоритмических структур. Если вы вспомните, в 7 лет дети начинают учиться последовательные действия выполнять и работать в группах. И для них роботы обязаны быть в материальном мире. Их нужно пощупать, обязательно что-то с ними сделать руками. Им обязательно нужно их щупать, потому что иначе дети… У них это не откладывается. Или откладывается намного сложнее. Им проще, если они сделали, они что-то нажали, выстроили, и у них робот тотчас это сделал. Они видят связь, выполнение алгоритмов. И тогда они действительно запоминают все, что происходит. Формирование навыков конструирования. То есть именно о печатном программировании у них никакой речи быть не может. Для них это сложно. Точнее, как они это могут выучить? Они это выучат, но именно понимание, какие функции, которые за это отвечают, они не совсем будут сформированы правильно. 10-11 лет дети подросли, и им самое время давать знакомство с робототехникой, отличие роботов-автоматов. Что такое? Вводить начало теории после нетривиальных решений. И здесь они начинают интересоваться физикой. Да, она двигается, а почему она так двигается? Как она двигается, как это изменить? То есть у них идет реализация различных механизмов передачи, изучения движений, креплений. И, в принципе, здесь такая очень хорошая пропедевтика физики для будущего. 12-13 лет дети уже подросли. Они переходят к более сложному программированию. Если до этого было у нас визуальное программирование, то здесь сложные условия введения, циклов под программу, возможно, рекурсии введения. Но это возможно, это если дети сильные. Переход к текстовым языкам. Именно через графические, из графических на текстовые. Нетривиальное решение сложных задач. Здесь идут уже более сложные задачи по программированию. Знакомство с разами электроники, включая составление электрических цепей. Изучение принципов работы датчиков, именно принципов, то есть физических, как это все реализуется. И выход идет от игровых ситуаций, потому что до этого мы использовали скорее наборы закрытого типа. То есть они действительно были все игровыми. Здесь мы переходим к реальным ситуациям. Мы можем создавать реальные гаджеты, реальные вещи. Далее. 14-15 лет. Дети уже начинают программировать на текстовых языках. То есть они уже постепенно к нему перешли. И они могут сами создавать датчики. То есть они знают, по какому принципу это происходит, и могут их сделать. Здесь у нас может быть программирование на языках типа C, C++, плюс Python и других, изучение структур данных, интеграция с веб-сервисами, изучение сетей, и проекты для интернета вещей. То есть у нас здесь уже идет чисто прототипирование. Почему прототипирование лучше, чем Pyke? Потому что нам не нужно оборудовать дополнительно класс. То есть мы все делаем на макетках. Это удобно. И использование собственных плат-модулей со составлением электрических схем. То есть мы их уже рисуем. У нас схемотехника, у нас идет понимание того, как работает архитектура компьютера, какая информация записывается в регистры робототехнических наших контроллеров. И также расширение за счет подручных материалов. То есть поскольку у нас уже не игровые точности ситуации, мы делаем настоящие гаджеты, мы можем их внедрять в жизнь. Мы можем использовать все, что попадается под руки. То есть это действительно вот этот вот уже сильный скачок к развитию инженерной мысли. И 16-17 лет о владении проектной деятельностью. То есть у нас как раз уже заканчиваются вот те шаги проекта, о которых мы говорили чуть раньше. И мы подготавливаем к международным соревнованиям. Можем создавать собственные стартапы или что-то подобное. Собственные проекты, которые будут уже полностью замкнуты. То есть ребенок полностью их уже сам реализует, это индивидуальные проекты. И можем знакомиться с теорией простейшими алгоритмами искусственного интеллекта, их реализации с помощью программирования. Потому что у ребенка на этот момент уже достаточные навыки. Особенно если он программировал на Python, то он может использовать в готовой библиотеке та же самая третья версия Python и программирование на Anaconda позволяет подключать различные библиотеки, например, Panda или целые наборы библиотек от S-Kit, в которых реализованы алгоритмы искусственного интеллекта. То есть это, в принципе, достаточно удобно и понятно. Цели различные у нас в связи с возрастом, получается. То есть 3-4 класс. Это у нас простейший алгоритм развития логического мышления. Мы его формируем. 5-6 класс. Изучение алгоритмических структур по педевтикам программирования с помощью графических языков. Основы конструирования здесь и различные строения механизмов. 7-8 класс. Переход к текстовым языкам. Конструирование, прототипирование. Начало. То есть мы используем готовые датчики. 8-9 класс. Мы сами составляем датчики, сами составляем платы. У нас уже идет полный переход на неигровые ситуации, на реальные ситуации. Мы также можем использовать релейную логику. То есть здесь уже такая сильная идет предпрофессиональная подготовка. Как вы знаете, на языках ЛАД и ЛДД можно программировать оборудование от таких гигантов, как Schneider Electric, Siemens. То есть мы в 9 классе дети. Это тоже с этим способно справиться на самом деле. Физические основы, автоматики, робототехники изучаются. И электрика, электроника. 11 класс. Здесь уже можно говорить о получении именно профессиональных, не предпрофессиональных, а профессиональных навыков. Инжиниринг, изучение искусственного интеллекта, изучение архитектуры компьютера, схемотехника, строение микросхем, создание собственных схем именно с пайкой. Далее. Робототехнический набор из основных. 3-4 класс. Лего Виду. Это, в принципе, хороший набор. Здесь дети могут познакомиться. 5-6 класс. Лего Майнсторм EV3. Внизу, кстати, вы можете посмотреть, как преемственность, до какого момента можно тянуть, скажем так, этот набор. 5-6 класс. Майнсторм EV3. Мы с ним используем. Но как мы его можем дальше, если вы увидите, то что оно тянется по 8 класс. Здесь, прошу прощения, опечатка на слайде. Там 6-7 класс, 7-8. Как мы это можем растянуть? Это альтернативные оболочки ставить. То есть переход от графического языка получаем к текстовому. Об этом мы поговорим на следующем слайде. 6-7 класс. Это ScratchDui. Здесь переход можем произвести от графического к текстовому программированию. Больше именно на азы программирования. Дальше VEX и TRIG. Это конструирование. То есть здесь уже металлический конструктор. На базе мы можем строить блок, брать от Ардуино, либо от EV3. И мы делаем какие-то уже серьезные проекты, которые можно расширять за счет дополнительных материалов, подручных средств. То есть фанеры и тому подобное. И 8-9 класс, если мы берем это все в рамках уроков технологии, у нас технология заканчивается 8-9, это Ардуино Raspberry Pi, программирование на текстовых языках и абсолютно реальные условия, то есть реальные задачи, реализация проектов, которые можно будет потом собрать и использовать действительно дома, и использовать в других местах, для школы. То есть это уже идет серьезная робототехника. Робототехнический набор. Для разных областей, смотря на что вы хотите изучать, есть самые хорошие наборы. Это не значит, что остальные наборы не подходят, но удобнее было бы изучать на подобных наборах. Простейшие алгоритмические структуры – это LEGO VIDU 2.0, либо Prima, другие наборы, которые не требуют сложного программирования, или даже ПО на компьютере, как в LEGO VIDU первая версия. Знакомство с механизмами основного конструирования – это LEGO Mindstorms EV3, Trig и другие конструкторы закрытого типа. Когда у нас есть блок, к нему делаются какие-то конструкции, все это собирается, именно как и LEGO набор, и мы не видим, что внутри происходит с электроникой. Далее. Программирование на текстовых языках. Мы можем использовать LEGO Mindstorms EV3 с любой альтернативной прошивкой. То есть это нам экономит как средство. То есть мы можем растянуть с 5 по 9 класс именно использовать LEGO EV3, просто использовать разные прошивки, разные программы. Либо робо, как переход от графического программирования текстовым. Робо – это новые версии от Scratch-Dooine. Введение в электронику – это Arduino и Spruina, роботология, Edison и другие. Роботология, кстати, это российский набор, который связан напрямую с электроникой, с электронными запчастями. Вот у меня он здесь стоит. Собственно, вот так вот выглядит. Чем привлекательны подобные наборы? Тем, что здесь мы используем, думаю, видно, нормальные. Мы можем создать электрические цепи даже без использования контроллера. То есть это действительно идет введение в электронику. Далее, интернет вещей – это из Spruina, Arduino. Здесь из Spruina выходит на первый этап, потому что это похоже на Arduino платформу, но она использует JavaScript. JavaScript используется у нас, как вы знаете, когда в веб-сервисах. Raspberry Pi, Orange Pi – это аналог Raspberry Pi, только более дешевый, скажем так. И Adison от Intel. Искусственный интеллект – это Raspberry Pi, либо Raspberry Pi плюс Arduino, когда Arduino будет отвечать непосредственно за механику передвижения робота, а все вычисления и прочее идут на Raspberry Pi. И платформа на базе STM-процессоров. И сложное конструирование – это металлические конструкторы VEX, Matrix, Tetrix и другие. Так, здесь был вопрос про связь со школой. Да, в школах это очень хорошо идет. Кстати, детям действительно нравится, и детям, насколько… Либо это зависит, конечно, от учителя. Очень хорошо идет и Arduino, и Spruina. И Spruina, кстати, замечательно, потому что там легко программировать из-за дополнительных библиотек. Ну, опять же, для каждого возраста мы смотрим, у них разные потребности, нужно делать разные проекты и как-то дифференцировать. То есть, если вы занимаетесь с ребятами, у разных ребят разные потребности. Даже если вы берете детей одного возраста, лучше придумывать им индивидуальные проекты. На самом деле это не так сложно. То есть, когда вы обучаете общие, как вести этот проект, общие шаги, вы объясняете всем, а под свою задачу они уже делаются, сами решают. То есть, вы объясняете им программирование, строение плат, потом, как нужно оформлять проекты, как ведется проектная деятельность, этапы проектной деятельности. А потом они предоставляют вам уже индивидуальную часть. Обычно они делают даже ее вне уроков, в смысле вне дополнительных занятий дома. То есть, у них действительно появляется к этому интерес. Они приходят, приходят обсуждать, приходят интересоваться. То есть, и действительно, получается очень удобно. То есть, и дети, они, одна группа принимает решение в одной области, да, они что-то решили, у них что-то не получилось, они могут попросить у своих соседей помощи. То есть, я вот сейчас преподаю в инженерном классе в лицее города Релотов. И у меня ребята как раз занимаются несколькими проектами. И все, у нас даже возникали ситуации, когда кто-то только начинал задавать вопрос, и другая группа уже фактически перебивая, говорила, как это правильно сделать, как лучше сделать. Потому что кто-то зацикливался на одной мысли и выпускал другое из виду. Далее, языки программирования. Чтобы очень сильно вас не выходить за рамки, я отвечу на вопросы чуть позже, если вы не возражаете. То есть, я к ним обязательно вернусь. Языки программирования. Как мы можем расширять эти платформы? Понятно то, что школа хочет сэкономить средства и хочет покупать как можно меньше наборов в отношении меньше разных платформ. В некоторой степени Lego виду мы можем программировать на встроенном языке графическом, а также на Scratch. Для этого понадобится дополнительный полу устанавливать. Lego Mindstorm мы можем использовать для LabVIEW, Basic, Java, Python через IronPython, Robot C, Scratch, Lua, Node.js и JavaScript. К нему уже Blockly – это графический язык программирования, C Sharp, C, C++ и F Sharp. F Sharp – функциональный язык программирования. Кстати, очень хорошо идет тоже у детей. То есть, мы можем значительно расширить возможности нашего конструктора использовать не только измененные LabVIEW, кто работал с EV3 знает, как выглядят блочные языки программирования. Мы можем переходить на серьезные текстовые языки. Arduino тоже плодает достаточно широкими возможностями, хотя у него слабый процессор, мало памяти, но мы можем ее как-то пытаться расширить. В принципе, если мы не используем библиотеки Wiring, в которой Wiring на самом деле является надстройкой, фреймворком над C++, поэтому, убрав этот фреймворк и работая напрямую с процессором, мы можем изыскать себе дополнительные возможности у этой же платы. Arduino поддерживает C, C++, C Sharp, Wiring, LAD, LDD – это языки, которые используются в автоматике, в профессиональной автоматике, то есть у тех же Schneider Electric, Python, Java, Scratch и Scratch Arduino, ArduBlock – это графический язык, опять же, программирование, LabVIEW, MATLAB – вывод. Он поддерживает напрямую связь через клум-порт с Arduino, RobotC, FlowWall, PhysicalState, Snap4Arduino, Moskit и Miniblock. Трик и другие языки на ARM, другие процессоры, другие конструкторы, которые используют процессоры ARM типа. Поддерживает графический язык в Трик Студио. Кстати, Трик Студио также обладает виртуальным роботом, то есть вы можете программировать и запускать на виртуальном роботе, не имея в школе сейчас набора, то есть пока вы его еще не закупили. И Трик Студио распространяется бесплатно. Тоже рекомендую посмотреть. Это, кстати, российская разработка. Так, на Трик вы можете использовать LabVIEW, C, C++ с QT библиотеками, C Sharp, F Sharp, Net, Python, Yahoo, Flavor, RobotC, ModKit. Raspberry Pi программируется в основном на Пайтоне. Может использовать C, C++, C Sharp, Hax, Yahoo, другие различные используемые для ARM архитектуры, которые были описаны в Трик. А также графические оболочки P-Bakery для настройки и Fugio. Последнее. Перейдем к методическому обеспечению. Как раз к тому, что если учитель, может быть, ему сложно адаптироваться, сложно это учить, пожалуйста, можно взять готовые решения методические, использовать именно как по урокам. И наше издательство это представляет. Такую возможность. У нас есть методическое обеспечение для всех классов. То есть, как мы уже поговорили о взаимосвязи наших, ну, различных конструкторов. Если какие-то, кстати, интересные будут конструкторы, вопрос, я могу их показать. Они у меня за моей спиной. Как раз я сюда принесла основные виды конструкторов. И практически все, которые были перечислены. Методическое обеспечение. Для того, чтобы взять старт учителю, который никогда не общался с робототехникой и вынужден, скажем так, либо, наоборот, хочет ввести робототехнику в школе, можно использовать наши методические рекомендации «Сборник робототехников в школе. Методика программы проекта». Там написано, как правильно выбрать по вашим запросам, по стоимости, по количеству детей, по тому, что вы хотите изучать, на правильный набор и как поставить правильное количество часов. Также хочу заметить, что робототехнику вы можете использовать в урочной деятельности, как в проектной деятельности и в урочной деятельности. Это имеется в виду как дополнительный инструмент на математике и информатике и также как отдельный модуль в технологии. У нас наши проекты «Робофишки» представляют собой один проект. То есть это разные проекты, которые можно реализовать за один час урока. То есть вы берете книжку, даете детям, и у вас уже готовый урок. У нас есть проекты на Lego, Mindstorm и V3. В них есть историческая часть. Объяснено, есть сборка. Вы собираете устройство. Поскольку уже было сказано, что робототехника – это средство и инструмент, а не сам проект, вы собираете это устройство, вы его программируете. А потом есть часть для индивидуальной реализации. Там есть небольшие идеи, подталкиваются к новым мыслям о том, что может сделать ребенок, как он может развить, как это может дополнить, как с этим может поиграть. Но поиграть в хорошем образовательном смысле. Также у нас есть книги по Scratch-2. По Vextric у нас находятся в разработке. И по Arduino. Также выходят книги по Raspberry Pi новые. Учебно-методический комплект. Что здесь можно заметить? В пятом и шестом классе у нас вышел учебник Филиппова по конструированию. Там конструирование и программирование. Как раз-таки различие, что такое автомат, что такое робот, какие бывают виды передач. Все это объяснено, все это показано, как это делается, как программируется. Программирование происходит в среде Trick Studio. Trick Studio поддерживает NXC роботов, роботов EV3 и непосредственно Trick. Также, в принципе, можно программировать Arduino, опять же, с помощью Trick Studio. Но это, на самом деле, делается позже и не настолько обязательно. То есть учебник вы можете использовать, даже если у вас нет роботов, с помощью виртуального робота. Обучать детей вот этим основам. Седьмой класс. Когда вы уже научили на графическом языке, можно переходить к графическому языку ScratchDui с помощью робоплатформы. На самом деле, сейчас новые ветвь ScratchDui обновились. Они называются Robo. И, если вы планируете покупать, лучше покупать вторую версию конструктора, поскольку более стабильный язык. И сам конструктор сделал плату немного поинтереснее. В данном учебном пособии, конструируем роботов на ScratchDui на первые шаги, совершенно, что мне кажется, с методической точки зрения замечательным, то, что есть переход от… Помимо того, что рассказывается, правда, что такое автономное управление, автономные системы, рассказывается также переход от графического языка через ArduBlock на файринг, на текстовый язык, на C++. И все это сделано очень грамотно. Это идет плавный переход. Дети сначала делают именно что на графическом языке, потом они сравнивают графический и код, потом в виде код, и переходят непосредственно к коду. На Ардуино у нас проект, переводная книга проектов большая, это конструируем роботов на Ардуино и по дронам. То есть мы знаем, что дроны сейчас 10-11 класс входят в школу. На всех мероприятиях, вот город образования активно тоже, мы говорили, там обсуждали возможность введения дронов. Дроны используются в основном на Raspberry Pi. И, опять же, вам не обязательно покупать дронов, которые стоят за 100 долларов и больше. Вы можете их сами собрать. Серия робофишки у нас постоянно пополняется. Это вот проекты, которые идут на 45 минут, то есть готовые. Там полностью дана инструкция к сборке, инструкция к дополнительным частям. То есть, в принципе, даже если вы плохо ориентируетесь или вы впервые взяли этот проект в руки, допустим, по тому же Ардуино, поскольку я являюсь одним из авторов способов по Ардуино, вы можете, совершенно не зная этого языка, вместе с ребенком посмотреть, собственно, и ребенок сам может с нуля сделать и понимать вот эти функции. Там идет объяснение основных частей и сразу пишется программа. И также мы соблюдаем все этапы, то есть у нас есть и тестирование продукта, отладка и непосредственно использование его как проект в дальнейшем. У нас выходят на различные темы. Здесь мы можем как раз проследить метапредметные связи. В поисках сокровищ здесь мы изучаем полярную систему координат. Это подойдет для математики. Умный свет. Умный свет здесь мы делаем элемент умного дома. Здесь освещение, которое управляется по Bluetooth с помощью смартфона. То есть это действительно настоящая лампочка, которая включается на 220 и управляется с помощью смартфона. Здесь есть и программирование, то есть это в основном, конечно, информатика, передача данных через Bluetooth, то есть и электрические цепи, физика. Крутой опеке, это опять же связанный с физикой проект на EV3. Человек всему миру может связать с математикой, это измерительные приборы. Да будет света, опять же, у нас физика. Там объяснены, что такое освещенность, как это считается, какие у нас есть стандарты. Также связь с ОБЖ. Посторонний вход воспрещен, это информатика. Тайный код Сэмюэлли Мороза, как уже говорилось, это кодирование информации. То есть у нас во всех есть какие-то дополнительные интересные вещи. Допустим, умный замок программироваться на эспроин, но также там нужно программировать музыкальную мелодию. То есть вводится язык программирования музыки ABC. То есть это достаточно интересный, на самом деле, проект. И как-нибудь просто попробуйте с ними ознакомиться. Также мы осуществляем методическую поддержку соревнований. Это серия, которая сейчас выйдет, серия «Робоспорт», в которой описан старт для тех, кто хочет заниматься, но никогда не занимался робототехническими соревнованиями. С соревнованиями также мы осуществляем методическое обеспечение соревнований робототехника для наших партнеров «Инженерно-технический кадр инновационной России». То есть уже вышла книга «Путь к победе» в First Tech Challenge, и будут выходить другие книги в серии «Путь к победе», включающие как раз развитие инженерной культуры. О том, как делать проекты, собственно, в этой книге тоже есть. Также мы книги можно применять в проектах для студентов педагогических вузов во время преподавания методики предметов технологии информатики, потому что они потом работали с детьми. Общие методики, поскольку здесь тоже учитываются, во всех книгах у нас учитываются возрастные особенности. Введение в программирование. То есть есть студенты, которые приходят, в том числе в педвуз на информатику, но совершенно не умеют программировать и никогда с этим не сталкивались. Хотя вроде бы в школе у них где-то когда-то было, но они на это не обращали внимания. И как повышение квалификации учителей технологии информатики и дополнительного образования. То есть вы потом можете сами реализовывать с детьми. Школам и кружкам. Поскольку это готовые проекты, вы можете использовать их как модуль курс. Непосредственно 5-6 класс, учебное пособие Филиппа, учебное пособие Винницкого-Поликова за 7 класс. Вы можете использовать их как модуль курса технологии. В рамках курса информатики вы можете использовать как робототехнику, введение в пропедевтику программирования, как дополнительное образование. Либо непосредственно на уроках использовать проекты типа тайного кода Сэмюэля Мороза, при объяснении и кодировании информации других тем. Проектные деятельности школьников. То есть они могут использовать эти проекты как старт для своих личных проектов. И в деятельности инженерных классов. Опять же, обучать компонентам, рассматривать различные части. Все это внеурочной деятельности. И в рамках дополнительного образования, это кружки, работа кванториумов и прочее. Готовиться к выходу наш проект. У нас это методические обеспечения. Проекты как системный компонент эффективного образования. Методическое пособие. Инженерные проекты старших классов. Все посвященные учителям. То есть там тоже у нас будут готовые решения. Работотехника в информатике. Как можно применять подробнее о различных языках, как к ним переходить. Сборник учебных проектов с методическими рекомендациями. Это уже скорее для реализации с детьми вместе. То есть инженерные проекты в 10-11 классе. Включая искусственный интеллект, схемотехнику и микроэлектронику. И введение в агротехнологии. Опять же, это сборники проектов. И у нас готовится к выходу серии. Школа инженеров, которая исследует различные конструкции, как все это создается, дополнительное программирование. Школа конструктора. И школа программистов. Школа программистов. Вот такой вот секрет, который у нас будет и программирован на Unity, на всех новых платформах. На C-Sharp тоже. Хотя это достаточно старый, традиционный, скажем так, язык. Но популярный. И все это объяснено для детей. Где наши книги можно найти? В электронном виде. Они представлены у наших партнеров. У электронной библиотечной системы университетской библиотеки. Коллекция образовательной робототехники. Также список партнеров вы можете найти по ссылке. Либо приобрести печатные экземпляры в центральных московских книжных магазинах, в интернет-магазинах, например, в Лабиринте. Это достаточно известный магазин. Может, и печатные экземпляры, и электронные экземпляры на Озон продаются также в Литрес. То есть, в принципе, можно найти, было бы только желание с вашей стороны. Вам стоит перейти по ссылке, и у вас уже, считайте, готовы уроки про робототехники есть. Курс. Также мы совместно с Московским педагогическим государственным университетом проводим курс повышения квалификации. Это проектный подход к организации внеурочной деятельности в основной школе с использованием роботехнических конструкторов. В качестве окружения для проектов мы используем робофишки и обучаем на конструкторах скретч-дуина и робо. И 3D-печать. Также 3D-моделирование и 3D-печать на принтерах. Это дополнительная профессиональная программа повышения квалификации на 72 часа. И по ее окончании выдается удостоверение государственного образца от ведущего педагогического ууза страны. То есть тоже очень приятно. Здесь также я вас приглашаю в наш паблик ВКонтакте, робо.лз, если кратким адресом робофишки, и посетить наш сайт. Предлагаю разобрать вопросы, которые возникли. Невозможно скачать. А, да, мы поменяли, поскольку права. Я выложу эту презентацию. Здесь будет, наверное, ссылка подкреплена. И эта презентация в 13 часов уже вышла, выложена в нашем паблике. То есть, в принципе, паблик без регистрации доступен. Какие-то вопросы еще есть? Возможно, по часам. Также, кстати, вы можете обращать... Если вы не знаете, вы хотите вести в школе робототехнику, не знаете, как это сделать, мы можем помочь вам подобрать именно наборы и сразу сказать, какое из методических обеспечений подойдет. И мы проводим мастер-классы, если понадобится, также по нашему методическому обеспечению. Ради интереса мы можем с вами провести небольшой опрос. Поскольку было сказано, что робототехника может быть использована как модуль курс технологии, давайте с вами посмотрим, кто как считает, нуждается ли курс технологии в модернизации переосмысления. Сейчас у вас должно появиться окошко опроса. Сейчас у нас еще в школах сохраняется старый подход, когда мальчики стругают табуретки, девочки ларят брачи. На самом деле, не знаю, насколько будет интересно, я достаточно часто общаюсь с программистами различных областей. Да, я могу сказать, что программисты, которые общаются с аппаратурой, в основном это мужчины. Но вот в области искусственного интеллекта и аналитика, бизнес-аналитика, опять же, это все связано с IT. На высоких должностях и программистки, ведущие специалисты отделов, зачастую женщины, то есть действительно давно уже ушли от вот такого неравенства, которое считалось раньше, от стереотипа о том, что программист это мужчина. То же самое можно сказать и про инженеров. Очень много встречается инженеров, в том числе ведущие инженеры группы ГАЗ, среди них есть девушка, Агрохолдинг Кубань, опять же, у них один из ведущих специалистов, достаточно юная девушка. То есть, в принципе, у нас сейчас такой вот, мы ушли от гендерного подхода. Осталось только уйти от него же в образовании. То есть у нас, в принципе, все, кто отметился, считают, что у нас нуждается курс в переосмыслении. Мы, честно можем сказать о том, что нашим издательствам подготовлены УМК по технологии, как раз-таки в связи с разбором не только традиционных видов, которые были на уроке технологий, обработка древесины, металла, кулинарии, у нас разбирается именно новая технология. То есть это и социальные технологии, это IT-технологии, строительство, биотехнологии. То есть это действительно, на самом деле, интересно, и у нас область постоянно растет, и дети, выпускаясь из школы, должны все-таки понимать, что их окружает, из чего состоит окружающий мир. Также еще вопрос был, насколько я понимаю, спрашивали про языки программирования, о том, что сложно переучиваться. Давайте тоже посмотрим, какие у нас языки программирования у вас популярны, потому что в вопросах в группе про пофишки был, все в основном отвечали про текстовые языки программирования, почему-то графическим не отдают предпочтений. На самом деле, лично я тоже считаю, что взрослому человеку, наверное, лучше использовать языки программирования, за исключение, конечно, тех, кто работает с языками релейной логики, но это, опять же, программирование для электронщиков, а не программистов. Насчет гендерного подхода, как раз-таки, пока есть гендерный подход, у нас очень сложно будет реализовать робототехнику в рамках урока технологии, а у нас робототехника как раз-таки входит в предметную область технологии. И из-за этого получается то, что, допустим, мальчики у нас будут собирать различные устройства, а девочки нет. На своем опыте могу сказать, что как раз-таки девочки из-за того, что чуть-чуть быстрее развиваются, получается так, что в 5-6 класс девочки уже понимают Ардуино, то есть это сложная электроника, а мальчики в этом возрасте еще больше завязаны на изучении различных конструкций. Но тем не менее, если мы будем давать только, допустим, мальчикам, то есть девочки потом потеряют всяческий интерес. У нас получится то, что в развитии инженерной культуры будет не у всех детей, а учить по-хорошему мы же должны всех, а только у некоторых. И это как бы получается упущение. Как бы в любом случае, конечно, некоторые особенности введения у нас остаются. То есть у нас будет больше надо основываться на личные предпочтения. То есть действительно есть очень много мальчиков, которые хорошо готовят, которым нравится готовить. И получается то, что в школе, если их этому не научили, хотя бы элементарным вещам, элементарным проектам, опять же мы оставляем из-за этого проектную часть вариативной, для того, чтобы дети могли выбрать. То есть если девочка, да, вот она хорошо шьет, пожалуйста, почему нельзя сделать проект, в которых она будет шить, или в которых она будет заниматься дизайном? Либо мальчик будет, наоборот, заниматься созданием различных вот тех же самых табуреток. То есть нужно умеренно. То есть я здесь соглашусь с тем, что, да. Вот этот подход, кстати, Евгения Юрьевна очень правильно замечает о том, что есть родители, которые очень критически относятся, это из-за того, что были различные социальные стереотипы, которые укоренились, остались. Если мы не будем работать с детьми, вот эти стереотипы, они продолжатся. Более того, у нас есть еще и учителя, к сожалению, которые тоже относятся вот по старым предвзятым стереотипам. Да. Дизайн одежды, кстати, опять же, вы можете использовать, попробовать, если вот интересно. На уроках есть у Автокад, кроме Maya, связанные как раз с дизайном предметов, с дизайном одежды и с производственным дизайном программы. Вы можете, можно в них создавать что-либо. Опять же, это идет 3D-моделирование и идет компьютерное моделирование, то есть графическое моделирование. Пожалуйста, имитационное моделирование, изучение в школе. Опять же, будут ли или не будут покупать что-либо, будут ли или не будут обращать внимание, где лучше расположить там магазин и прочее. Все это опять связано у нас с новыми технологиями. Итак, в основном у нас результаты готовы. У нас в основном используется Паскаль. Это, я так понимаю, именно учителя, кто преподает традиционно, скажем так. На Пайтоне очень удобно, кстати, есть кто преподает у 10-11 классов. Последняя задача на Пайтоне, просто вот хотя бы ради нее стоит его изучить. Да, он не дает представления о типах данных, и как первый язык к программированию он не подходит, но вот задача, именно связанная со строками, решается буквально в 10-12 строчек. На самом деле, для ЕГЭ это очень хорошее подспорье. Так, MATLAB. Вот JavaScript, C++ и Python у нас примерно в ромень идут. И немного Java. То есть Java у нас более популярный получился, чем C. Собственно, спасибо вам за опрос. Так. Да, и кроме того, что Паскаль очень дает, это учебный язык, он дает хорошее представление о структурах, о том, какие есть типы данных. То есть для C++ это получается достаточно сложно. Там нужно изучать сразу подключение библиотек. То есть Паскаль в этом плане, конечно, получше. Но, с другой стороны, Паскаль, его же плюс, его же минус в том, что он учебный язык. Мы не можем потом на нем программировать нормально. То есть если мы переходим к каким-то серьезным проектам, если мы программируем для имитационного моделирования, для чего-то подобного, для других проектов, для связи с аппаратурой. С аппаратурой нам нужно будет знать C++ или C, то есть что-то такое, связанное с аппаратным уровнем. Для того, чтобы имитационным моделиром заниматься, там Java используется, для Web у нас используется JavaScript, Python. То есть у нас сейчас сервера пишутся на Python очень хорошо, серверная часть. И получается то, что Паскаль – это очень хороший стартовый язык. Но если мы использовали пропедевтику программирования в качестве графических языков, то мы уже можем переходить сразу к более серьезным, именно практически полезным языкам. Что ж, я думаю, можно на этой радостной ноте заканчивать. Спасибо всем, кто был на семинаре. Также вы можете, на вебинаре, вы можете задавать свои вопросы на социальных сетях, на почту, пожалуйста, которая касается методического обеспечения. Так, Паскаль учили в вузах. Сейчас вузы, кстати, модернизированных уже учат сразу по нескольку языков. Это очень хорошо. В принципе, даже для статистики, если кто занимается дополнительной математикой, хорошо учить R – язык. Так, я думаю, Павел Юрьевич еще с нами скажет завершающее слово. Да, я, конечно, с вами. Да, я хочу сказать, поблагодарить всех, кто присутствовал, а особенно нашего спикера Алену Антоновну. И для тех, кто хочет скачать презентацию, но не знает, как это сделать, давайте я объясню. Мы не будем ничего высылать, я просто объясню, как это сделать. Давайте вы это запомните и впредь на наших вебинарах будете использовать данный путь. Посмотрите, пожалуйста, вот сюда примерно. Здесь наверху вы видите ряд кнопочек, поднятая рука, смайлик и открытая папочка такая желтая. Вот, пожалуйста, нажмите на это изображение этой желтой папочки. Справа от презентации у вас должно открыться поле ресурсы. В этом поле есть несколько ссылок и наша презентация. Презентация отмечена слева значком дискетки. Если вы нажмете на значок дискетки, то у вас откроется окно приглашения сохранить эту презентацию. Вот эту презентацию вы и таким образом сможете сохранить себе на компьютер без всяких рассылок по почте. Вот, и впредь, пожалуйста, используйте этот способ, он, мы его, у нас почти все презентации всегда являются отлично, почти всегда являются сохраняемыми и наши спикеры ими делятся. Вот, так что я надеюсь, что я объяснил. Раньше я это всегда до вебинара объяснял, но в последнее время у нас уже слушатели про это знают, поэтому вот сейчас только в конце объясняем. Что ж, коллеги, еще раз всех благодарю. Алена, огромное спасибо. Я с удовольствием сам прослушал ваш вебинар. Участникам хочу сказать, это не последний вебинар издательства. Приходите на другие вебинары, по нашему расписанию вы найдете. Один из них будет в январе, другой в марте, если не изменяет память. Вот, я думаю, что тоже будет интересно. Ну что ж, а на этом я завершаю наш сегодняшний вебинар. Еще раз всем спасибо. Приходите к нам, будет интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...